привет всем и сегодня буду наконец-то рисовать по той обучающей книге из детства я решила сразу взять этот каркас потому что если я сделаю свой каркас разницы не будет мне же делать то же самое буквально так вот я ну я взяла и решила поэтапно просто повторять то что было в книге остальные этапы а вам не показываю потому что смотрю в книжке в живую по итогу результат на самом деле за забавный вышел потому что он вышел точно такой же как и в детстве жаль я не могу найти эту книгу из детства где я рисую по этим же этапом но дело в том что лицо которое тут представлено на этой работе она получилась так же как и в детстве буквально с эти пропорции вот я вам показываю что и какие-то странные ноги слишком длинные так вот из-за вот этого лицетка я подумала так что ты не так и поэтому я потом решила взять и с помощью своих каких-то знаний построить эту милую немилую тетеньку и так вот если заметить вот это вот лицо она не сможет превратиться в то которое было под конец книги нужно абсолютно другое как будто автор на половине книги такой именно этой обучалки вот тут такое лицо ну стирайте его но я не скажу вам что вы стирать надо надо просто делать что так и через задумывалась серьезно это так выглядит вообще у меня дома по большей части кулинарные книги но из обучающих книг у меня еще есть как рисовать маркерами и там как раз обучение какой-то странный на у на им художницы которая рисует какие-то странные постановки из маркеров я смотрю а у нее там копики как бы возьмите любые маркеры не любые маркеры будут писать как копики это на самом деле сплошное издевательство также у меня были книги по обучению акварели они кстати хорошие там у меня пора обучения овощных композиций с помощью акварельной техники и там я смотрю такая фарфоровая палитра акварель видзера ньютон такая о да то есть вы хотите чтобы вы мне не скажете что мне надо покупать видзера ньютон когда у меня есть какой-нибудь дайте белые ночи те самые люди которые обучаются и не знают чем они работают и просто решили взять попробовать и они такие да ну да в этом и проблема таких обучающих всяких видео и книг вот это все том что они пропускают половину этапа в первую половину ты сначала не понимаешь что делать потом три этапа пропустили значит и знаете и появляется тот самый пятый этап который должен быть не знаю шестым седьмым и ты уже ничего не понимаешь ты просто ну ладно ок надо перерисовать пол работы а ну и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По итогу могу сказать, что... Блин, эта работа так базово показывает, что, в принципе, как надо работать В чем главная проблема этой книги? В том, что она показывает, сначала мы рисуем идеально тело, потом стираем половину тела, чтобы нарисовать одежду Придумываем ее на ходу, вы рисовали руку, идите нахер с этой рукой, вы ее пролайнили Всем плевать! И типа вы должны все делать заново, должны делать одежду, все поверх уже готовой работы с телом, вы поняли? Да блин, так странно! Тем более, это первая обучающая работа в этой книге То есть, сразу у вас показали тело, и давайте нарисуйте стоящую женщину Просто в сложной юбке какой-то, в босоножках с деталями, вот в какой-то позе несуразной То есть, это должно быть первым обучающим материалом в этой книге Вы серьезно? Вы серьезно? Я не понимаю! А так, я хотела сказать спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео Нажимайте на колокольчик Также переходите в мою телегу И ссылочка на данный шнелерс, если хотите меня поддержать в описании Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok